Мы сейчас едем в очень странное место. Туда, где я еще никогда не был. И все из-за женщины на заднем сидении. Это Диана, Физикс Герл. Мы сейчас едем на консультацию по поводу чего-то очень особенного. Ладно, я не буду от вас этого скрывать. Мы едем на лазерную эпиляцию. Мы хотим поговорить о науке, которая делает такую эпиляцию возможной. Я сказала ему об этой идее где-то год назад. И что я займусь этим в июле или в августе. Мы все ждали этого момента. Вот сейчас мне страшно. Сейчас? Боже, воняет. Этот дым называется лазерная струйка. Вот этот дым так называется? Получилось заснять? Лазер, который мы используем, имеет длину волны 1064 нанометра, что делает его инфракрасным и невидимым для невооруженного глаза. Но без инфракрасного фильтра камера может уловить лазер. В моем случае было 6 пульсаций, каждая из которых продолжалась по одной с половиной миллисекунде. Готов? Сейчас лазер испустит 25 джоулей энергии на квадратный сантиметр. Красота! Прекрасно. Вот сейчас дело. Думаю вам хочется взглянуть на это. О боже, с ума сойти просто. Было 5 импульсов. Видел? Выглядит настоящей перестрелкой. Вот на что это похоже. Все волосы просто расстреливают. Это удивительно. Я и представить себе не могла, что это будет выглядеть как перестрелка на Диком Западе. Это аж возвращает мне азарт к моей работе. Круто. В этот раз приблизимся еще больше. Так что же тут происходит на самом деле? Темные глаза, кожа и волосы. содержат в себе молекулу под названием меланин. И она поглощает большое количество световых волн, особенно в ультрафиолетовой части спектра, что делает его идеальным щитом от вредных лучей солнца. Вот почему под солнцем наше тело производит и выпускает больше меланина в кожу. Хитрость лазерной эпиляции в том, что она заставляет меланин в темных волосках впитывать большую часть энергии лазера, не давая коже впитать много этой энергии. Так что лазерная эпиляция работает лучше всего, если у вас очень темные волосы и светлая кожа. Инфракрасные лазеры используют потому, что именно эту часть спектра меланин впитывает лучше, чем другие часто встречающиеся в коже молекулы, как вода или оксигемоглобин. Красные лазеры с частотой 755 нанометров также используются по той же причине. Когда меланин впитывает энергию лазера, волоски нагреваются до температуры выше 100 градусов Цельсия, что заставляет их сгорать и воду в них испариться. Из-за расширяющегося пара волосы раздуваются. Можно даже увидеть пузырьки испаряющейся воды на них. Но цель не в том, чтобы разрушить волос, а в том, чтобы использовать его для уничтожения волосяной фолликулы, из которой он растет. Практически мы используем волос, чтобы убить волос. Это изображение показывает разрез трех фолликул после лазерной эпиляции. В фолликуле посредине было мало меланина, из-за чего никакого урона почти незаметно. Но в остальных двух волосяной стержень практически уничтожен. Внутренняя часть корневого влагалища уничтожена, а внешняя повреждена. Клетки получают повреждения, когда их температура поднимается выше 60 градусов по Цельсию. Все потому, что при этой температуре белки и молекулы коллагена начинают разрушаться. Этот процесс называется денатурацией. Чем больше температура и чем дольше она воздействует, тем сильнее происходит денатурация, увеличивая возможность смерти клетки. Если вы нанесете достаточно вреда клеткам волосяного фолликула, волос никогда больше не отрастет. Это цель лазерного удаления волос. Последовательность очень коротких импульсов используется, чтобы увериться, что жар не распространяется слишком далеко в окружающие волос ткани. Фактически, волос должен нагреться и повредить клетки вокруг себя. Но лазер должен выключиться перед тем, как жар распространится слишком далеко. А затем следует еще один очень быстрый импульс. Если бы вместо этого вы бы просто продолжали нагревать волос, нагрелся бы не только он, но и окружающая его кожа, которую вам бы не хотелось повредить. Именно поэтому используют серию импульсов, как мы видели ранее. Но если вы подумаете об этом, получается довольно странная ирония. Меланин – это молекула, которая должна защищать нас и нашу кожу от опасных солнечных лучей. Именно поэтому она впитывает лучи до того, как они проникнут глубже в ваше тело и навредят вам. В то же время в лазерной эпиляции мы используем меланин и его уникальные защитные средства против него самого, побеждая его огромным количеством лазерной энергии. Мы заставляем волос нагреться настолько, что он убивает окружающие клетки, корневые клетки, которые создали этот волос. Так что мы используем силу меланина против него самого. Обычно перед началом лазерной эпиляции волосы бреют, и это делают по нескольким причинам. Во-первых, меньше энергии уходит на то, чтобы сжечь внешнюю часть волоса, которая и так ни на что не влияет. И во-вторых, это не дает горячим волоскам падать на кожу, обжигая ее. Но мы выяснили, что на побритые волосы не так интересно смотреть, так как все происходит под кожей. После создания первого рабочего лазера, в 1960 году его изобретатель Теодор Майман назвал его решением, которое ищет проблему. И нежелательные волосы как раз могут быть этой проблемой, потому что лазерная эпиляция – это самая востребованная косметическая процедура.